Существует шутка о том, что болезней стало так много, что не то чтобы врачей, больных не хватает. Подумать только. И нас заставляет поверить в то, что выход из этой ситуации в широко рекламируемых лекарственных препаратах. Съел таблетку, раз и все. Боль пропала. И можно жить дальше. Можно. Но вопрос, как и сколько? Существует шутка. В итоге ложится под нож. Дальше больше. Адаптация после операции. Ограничение в питании. Новые расходы. Новые проблемы. Новые лекарства. Порочный круг. И как надо было заморочить голову современному человеку? Чтобы отвернуть его от отличного самочувствия. Счастье быть здоровым. Чтобы приучить его к тому, что якобы должно помочь прямо сейчас. Но в реальности вызывает еще больше проблем. Заставляя человека снова и снова возвращаться к болям и недомоганиям. И в эту ловушку попадет большинство людей. И попадают они туда. Из-за недостатка знаний. Из-за скудности информации. Где же выход? Доказано, что большинство проблем со здоровьем возникает из-за нехватки необходимых элементов. Витаминов, минералов, ферментов и так далее. В нужных пропорциях. В нужное время. В нужном месте нашего организма. Из-за этого недостатка ослабевает иммунитет. Организм начинает работать в аварийном режиме. Понятно, что в таком режиме он проработает недолго. Например, если в организме имеется дефицит витаминов С и Е, бета-каротина и селена, существует угроза развития рака. Рак является одной из основных причин смертности во всем мире. Ежегодно от этой болезни умирает 7 миллионов 500 тысяч человек. Пока вы смотрите этот фильм, от рака умрет около 800 человек. 40% из них могли бы остаться в живых, если бы они каждый день принимали достаточное количество витамина С, Е, бета-каротина и селена. Столь высокая смертность объясняется тем, что дефицит этих веществ наблюдается у 80% населения. И причем не просто дефицит тотально географический, он также и временной, из поколения в поколение. Говорил ли вам об этом ваш врач? Так вот, употребляя витамины С, Е, селен и бета-каротин каждый день, тратя на это незначительные средства, вы убережете себя от опасности и сохраните свое здоровье на долгие годы. Если бы ваш врач сказал вам, что вы сможете избежать многих проблем, употребляя каждый день небольшое количество натуральных витаминов, он бы остался без работы. Потому что люди, которые употребляют натуральные витамины и минералы каждый день, в лечении не нуждаются. Похожим образом дела обстоят и с другими микроэлементами. Дефицит только одного кальция является причиной 147 различных заболеваний. Очень важно понимать, что речь идет о натуральных, а не химически синтезированных витаминах. О витаминах, которые мы можем получить из растений, а не о тех, которые мы привыкли покупать в аптеках. Чтобы сохранить или восстановить свое здоровье, и если вы действительно хотите дожить до 100 лет, запомните, это важно. Во-первых, нужно избегать бессмысленных и беспричинных опасностей. Конечно, если вы играете в русскую рулетку, курите, пьете, выбегаете на середину скоростной дороги в час пик, рискуя попасть под авто, вы вряд ли доживете до 100 лет. Все это звучит забавно, но вы не представляете, сколько тысяч людей умирают каждый год из-за того, что совершают подобные глупости. Иными словами, если у вас есть возможность предотвратить болезнь, в особенности неизлечимую, вы должны воспользоваться этим шансом. Во-вторых, вам необходимо добавлять к своему питанию дополнительно 90 биологически активных веществ. Это 59 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот и протеин, содержащих белков, 3 основных жирных кислоты. Всего 90 добавок к ежедневной диете, и вы радикально снижаете риск заболеваний, вызванных их дефицитом. В современном цивилизованном мире уже невозможно сохранить здоровье, не добавляя ежедневно в свой рацион биологически активные вещества. Их нельзя уже получить в нужных количествах из обычных продуктов питания. Теперь их можно только купить. Почему наши деды не ели никакие бады и были здоровыми? Если убрать все блага цивилизации, автомобили, лифты, компьютеры, телевизоры, водопровод, и вернуть лошадей и сани, лестницы, рыбалку и охоту для пропитания, колодцы, чтобы за водой ходить, лыжи, чтобы до соседней деревни зимой добраться, тогда в сутки человек будет расходовать примерно 3500 килокалорий. Человек двигался, он был активен. Но при таком расходе энергии необходимо потреблять пищи тоже примерно на 3500 килокалорий. Именно так и было. С таким количеством пищи человек получал все необходимые микроэлементы в должном количестве. Что же происходит сейчас? Пришли благо цивилизации. Автомобили, пульты дистанционного управления, лифты, компьютеры, скоростные поезда и самолеты. Водопровод. Человек в сутки стал расходовать всего 1500 килокалорий. Чтобы контролировать массу тела, он вынужден потреблять тоже примерно 1500 килокалорий. С таким объемом пищи в организм уже не поступает должного количества необходимых для здоровья биологически активных веществ. Что произойдет, если мы увеличим количество потребляемой пищи в три раза? Во-первых, мы начнем набирать вес. Во-вторых, даже если мы ведем активный образ жизни и лишний вес нам не грозит, в наш организм все равно не поступит должного количества биологически активных веществ. И причина этому ясна. Недостаток минералов в наших продуктах. Их нет в почве. Их нет и в самих растениях. Содержание минералов в почвах истощено. Растение готово впитать из почвы 60 минералов. А фермер удобряет почву только тремя. Натрием, фосфором и калием. И никто не заставит фермера вносить дополнительные компоненты, потому что урожай это не увеличит. Вот и получается, что снимаемый с полей урожай, будь то зерновые, овощи или фрукты, не покрывает в полной мере дефицит минеральных веществ в нашем организме. Что же делать, чтобы восстановить и сохранить здоровье? Существует мнение, что сохранить здоровье можно, употребляя в пищу много витаминов. Но какие витамины мы привыкли принимать? Скорее всего, это мультивитаминные комплексы, состоящие из витаминов, синтезированных химическим путем. Давайте попробуем в этом разобраться. Природный витамин С, а именно такой нужен нашему организму, состоит из семи изомеров. Оказывается, что на сегодняшний день ученым удалось синтезировать лишь один из семи изомеров настоящего витамина С. Что же получается? Это витамин инвалид. То же самое и с другими витаминами. Например, витамин Е. В природе он состоит из восьми токоферолов, а ученым удалось синтезировать лишь один. Вот и получается, что химически синтезированные витамины просто делают нашу мочу дорогой. Потому что все инородное организму чуждо. Именно поэтому, когда мы пьем такие витамины, наша моча окрашивается в ярко-оранжевый цвет и пахнет химией. Организм их просто выводит. Надо же. И нас уверяют, что употребляя такие витамины каждый день, мы сохраним свое здоровье. Есть еще один выход. Обратиться к лекарствам. И хотя многие люди уже давно поняли, что такой путь тупиковый, без лекарств мы пока обойтись не можем. Но здесь нам опять потребуется знание. Людей, ежедневно применяющих лекарства, много. Иначе не было бы так много процветающих аптек. Интересно, знают ли они о том, что большинство таблеток не лечат и даже теоретически не могут исцелить от болезней. Цель большинства широко рекламируемых средств – просто убрать симптомы. Это так называемая симптоматическая терапия. Вслушайтесь в рекламу. Например, вы не будете чувствовать боль. Или избавит от боли на 12 часов. И тому подобное. Что же получается? Болит голова. Съел таблетку – голова не болит. А проблема осталась и продолжает развиваться. Это очень похоже на самообман. Но, как говорится, других обманывать нехорошо, а себя глупо. И, как оказывается, опасно для здоровья. Это можно сравнить с загоревшейся красной лампочкой на панели автомобиля. Красная лампочка – сигнал, что что-то не в порядке. Хороший водитель разберется, в чем дело, чтобы предотвратить серьезную паломку. А непутевый водитель просто выкрутит лампочку и, кажется, проблема решена. Так же поступаем мы, когда пьем таблетки от давления, от боли и так далее. Кроме того, надо помнить, что абсолютно безопасных лекарств не существует. И от них умирают так же, как и от болезней. В статистическую отчетность уже введен диагноз – побочное действие лекарств. Все ли знают, что анальгин запрещен к производству в цивилизованных странах еще в начале 60-х годов прошлого века? Что одним из побочных эффектов этого препарата являются изменения формулы крови, часто ведущие к летальному исходу. Смертность вследствие приема лекарств занимает пятое место после сердечно-сосудистых, легочных, онкологических заболеваний и травм. Эта проблема актуальна во всем мире. Наше здравоохранение всегда опиралось в основном на лекарственную терапию и экстенсивный путь развития. Больше врачей, больниц, поликлиник. Этот путь никогда не решал проблем, а лишь загонял их в тупик, делая медицину несовершенной. Остается последний способ восполнить необходимое количество витаминов и минералов в нашем организме. Это употреблять в пищу много еды и надеяться, что вместе с ней в организм попадет все необходимое количество биологически активных веществ. Все бы хорошо, но, во-первых, это экономически нецелесообразно, во-вторых, это невозможно физически. Учитывая энергетическую и биологическую ценность...